Здравствуйте! В эфире программа подробности. Вчера исполнилось пять лет со дня первого заседания Рязанской областной думы пятого созыва. Две пятерки, такая вот круглая дата, и отметить ее в нашем эфире мы решили посредством приглашения в нашу студию председателя Рязанской областной думы Аркадия Фомина. Аркадий Васильевич, здравствуйте! Добрый день! Поздравляю с таким вот юбилеем. Любой юбилей – это, конечно же, повод подвести итоги. На ваш взгляд, что за эти пять лет было главное? Главное, что работа депутатского корпуса была направлена прежде всего на развитие Рязанского края, развитие экономики Рязанской области и социальной сферы. Всего за пять лет было принято 620 законов. Но началась наша работа с достаточно сложной ситуацией, которая в лето 2010 года сложилась у нас в Рязани. Это лесные пожары. И пришлось оперативно принимать целый ряд законов, которые были направлены на поддержку людей и выплату компенсаций за потерянный кров, за потерянное имущество. Мы освободили людей, которые получили имущественные потери и пострадали от этой огненной стихии, от транспортного налога на 2009-2010 годы. Также люди получили компенсации за потерю своих близких. Всего на эти цели было направлено из федерального и регионального бюджета 2 миллиарда рублей. Мы вместе с людьми выезжали на место, разгребали пепелищи, участвовали в субботниках. И достаточно быстро в течение года были возведены новые дома, построены новые улицы, новые поселки. Мы за этот период времени законодательно обеспечивали такие очень важные процессы в социальной сфере, как модернизация образования и здравоохранения. Большое внимание уделялось поддержке материнства и детства, семьи. И здесь мы впервые приняли законопроект о материнском региональном капитале. Это на сегодняшний день составляет 58 тысяч рублей. И после приняли законопроект по бесплатному выделению земельных участков многодетным семьям, что на наш взгляд тоже должно позитивно влиять на демографию в нашей области. Мы приняли законопроект о бесплатной юридической помощи, поддерживая тем самым самые незащищенные слои населения, расширив категорию и включив в нее ветеранов труда, одиноких родителей, узников фашистских лагерей. Мы работали над инвестиционным законодательством достаточно серьезно. И сегодня в Рязанской области действует прогрессивное инвестиционное законодательство. Мы также много времени уделяем тому, чтобы процесс, который обсуждение идет в Рязанской областной думе, был публичным и открытым. И впервые трансляции с заседания Рязанской областной думы идут в интернете и в режиме онлайн. Каждый желающий может увидеть и посмотреть ход заседания регионального парламента. Ну вот всякий раз, когда в СУИ упоминается слово «власть», почему-то тянет спросить про дороги. На Ваш взгляд, Рязанская областная дума пятого созыва насколько способствовала решению этой традиционной российской проблемы? Мы очень хорошо понимаем проблему эту, она действительно была и остается. И в 2012 году было принято решение о создании дорожного фонда, регионального дорожного фонда. Этот фонд становится источником финансирования дорожной отрасли, направленной на ремонт, содержание и строительство дорог. И если брать период до создания регионального дорожного фонда, то на эти цели из регионального бюджета уходило порядка миллиарда рублей. То сейчас, когда определены источники наполнения фонда, эта сумма составляет 3,5 миллиарда рублей. Конечно, это в полной мере не решает все проблемы, которые стоят перед дорожной отраслью по приведению дорог в нормативное состояние. Но это уже та сумма, которую можно планировать и при эффективном использовании решать очень многие вопросы. Тем более, что также созданы еще и муниципальные дорожные фонды. И при выполнении дорожных работ, я считаю, что у муниципалитетов появляется достаточно широкие возможности оценивать и качество проведенных работ. Потому что эффективность использования дорожного фонда от этого зависит и от количества построенных и приведенных в нормативное состояние километров дорог, а также наших дворовых территорий, благодаря изменению в закон, которые теперь тоже можно будет ремонтировать. Неправильно было бы не спросить о главном юбилее, 70-летии Великой Победы, месяц остался, как идет подготовка, как намерены наши законотворцы принять участие в предстоящем юбилее. Безусловно, для нас эта дата, как и для каждого, является святой. Мы приняли целый ряд законов, направленных на увековечивание памяти подвига российского советского народа. Мы приняли законопроект по использованию копии Знамени Победы. Это инициатива всех четырех фракций, которые представлены в областной думе. Приняли законопроект о воинских званиях для наших городов, поселений. А также сейчас рассматриваем законопроект о патриотическом воспитании в Рязанской области. Потому что любовь к родине начинается с школьной скамьи, и депутаты принимают самое активное участие в проведении открытых уроков, посвященных Великой Отечественной войне, подвигу советского народа. Мы не должны допустить переписывания истории. И, на наш взгляд, живое общение на конкретных примерах будет только укреплять патриотизм наших молодых людей. Аркадий Васильевич, итак, пять лет Рязанской областной думе. Совсем скоро уже ее полномочия прекратятся. Совсем скоро будут объявлены выборы в Рязанскую областную думу шестого созыва. Вы не только председатель областной думы, вы еще и секретарь самой крупной политической партии «Единой России». И в этом году, уже на этой неделе, было объявлено о том, что «Единая Россия» запускает процедуру «Праймерис», которые пройдут по максимально возможной открытой модели. И все рязанцы смогут принять участие не только в выборах депутатов Рязанской областной думы, но и в формировании списка и кандидатов политической партии «Единой России» на этих выборах. Вот если можно, заключительную часть эфира посвятим этому. Когда пройдут «Праймерис», кто в них сможет принять участие, и как будут определяться те, кто в конечном итоге войдут в команду «Единой России» на выборах 2015 года? Действительно, мы начали подготовку к выборной кампании. И у нас, наверное, у единственной партии процедура предварительного партийного голосования закреплена уставом. Мы хотим сделать эту процедуру наиболее открытой и конкурентной при выборе кандидатов, которых мы будем выдвигать от «Единой России». Для этого у нас на сегодняшний день создан оргкомитет, в который вошли представители различных общественных объединений, организаций, а также представители территорий, муниципалитетов. Мы сделали предложение как беспартийным людям, так и активным гражданским активистам, для того, чтобы они поучаствовали в работе этого организационного комитета. Функции его – это организация самой процедуры и подведение итогов. Мы считаем, что это даст возможность привлечь нам к участию в предварительном голосовании активных неравнодушных людей с свежими новыми идеями. Затем пройдут встречи с нашими избирателями по округам, на которых люди могут услышать о программах, о планах. Если это действующие депутаты, возможно, прозвучат еще и отчеты о работе, чтобы для себя определить все-таки, кому отдать предпочтение и кого рекомендовать для партии для последующего выдвижения в Рязанскую областную думу. Мы планируем провести в конце мая, 31-го числа, единый день голосования, который и будет определять лидеров по округам. И это будет как раз той рекомендацией для конференции по выдвижению кандидатов в Рязанскую областную думу. Я благодарю вас, что в это непростое с точки зрения занятости время вы его нашли и прибыли к нам в студию. Аркадий Фомин, председатель Рязанской областной думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», был гостем сегодняшнего выпуска программы подробностей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова